Бывший президент Кодзивора Лоран Гбагбо отказался признать свою вину перед судьями Международного уголовного суда в Гаге. Гбагбо обвиняет в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в стране в 2010-2011 годах. Гбагбо – первый бывший глава государства, который лично предстал перед уголовным судом. Прокурор Мус Фатубин Суда в ходе слушаний заявила. «Считая себя президентом Кодзивора, Гбагбо использовал его рейские силы обороны и силы безопасности для нападений на мирных граждан. Он также использовал услуги наемников для совершения нападений на мирных людей. Гбагбо использовал молодежные группировки и милицию, поддерживаемую еще одним обвиняемым Шарлем Блегуде своей полной ненавистью и риторикой, призывающей атаковать гражданское население». На скамье подсудимых вместе с Гбагбо и его помощник Шарль Блегуде. Он также отверг обвинения. У здания суда в Гаге собрались сотни демонстрантов, чтобы выразить поддержку Гбагбо и Блегуде. Манифестанты считают, что Гбагбо был незаконно свергнут и обвиняют суд в организации процесса только против одной стороны конфликта. За происходящим в Гаге судебным процессом внимательно следят сторонники и противники Гбагбо в Кодзиворе, в том числе и в крупнейшем городе страны Абиджане. В Кодзиворе в конце 2010 года после второго тура выборов ЦИК назвал новым президентом экс-премьера Аласану Атару. Но Конституционный совет объявил победителем Гбагбо. На фоне неопределенной ситуации вспыхнул конфликт, который у него в жизни трех тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова